Привет, зритель! Ты ждал-ждал, и вот оно случилось. Мой уход на ноябрь. И первое. Переходит на ноябрь секрет-ботаник, точнее, ботаник-секрет алоэ-вера 95%, увлажняющий гель для лица и тела, увлажнение, регенерация, гладкость кожи, 250 мл, сделано в России, неплохой такой гель. Я его сейчас использую как и тоник для лица, вообще как тоник для лица иногда, как крем для рук. Ну, вообще универсальный гель. И да, кстати, если вдруг какой мужчина, да, зритель, если ты вдруг мужчина, а не женщина, и у тебя кожа на морде, пардон, морда, хочется сказать, морда лица, короче, если у тебя кожа на лице внезапно краснеет, какие-то прыщи пошли, ибо рацион сменился, или еще что-то, но ты не знаешь, что с этим делать, и тебя это напрягает, как вот одного моего приятеля. Купи себе какой-нибудь гель алоэ. Можно на Азоне заказать, там же не буду спрашивать себе, ты заказываешь это или в подарок. Можно на Вайтбрис, можно еще на каком-нибудь сайте в той стране, где ты обитаешь. Если тебе стрёмно, допустим, прийти в магазин и сказать, вот дайте мне вот алоэ гель, да, там этот, Холика-Холика, Ла Ферма, Фудоголик, который у меня тут был в пустых баночках октября. Вот этот вот секрет, ботаник, ботаник-секрет. У Савандри есть алоэ гель. Есть не совсем алоэ гель, но там тоже алоэ присутствует. Алоэ и лимон, по-моему, там присутствуют. У Гринмама крем такой хороший, ну, как бы гелевый хороший крем тоже, вот его некоторые мужчины используют для после бритья, кстати, после бритья тоже можно использовать. Короче, мужик, если ты вдруг это смотришь, у тебя проблемы с кожей на лице или не только на лице, купи себе алоэ гель. Можешь там отвезать листик от столетника, который еще называют алоэ вера, вот у меня на окне растет. А можешь уже готовый купить, и будет тебе счастье. Вот у меня оно переходит на следующий месяц. Тут оно внезапно где-то наполовину заюзанное уже. Хорошая штука. У меня на следующий месяц переходит крем для рук, он же лосьон для тела, от подписчицы Лелечки из Тюмени. Я все время его неправильно склоняю. Следую за мечтой, за своей мечтой. Крем для рук от тела, регенерирующий с мышкой. Тут у нас было 150 мл, тут еще где-то 1 треть, он у меня был в деревне, очень классный крем, я его использую как крем для рук. Но как-то для тела у меня другие вещи есть. В общем, использую его как крем для рук, кстати, надо поиспользовать, что ли. Совсем чутка надо выдавить на лапку. Хорошо впитывается, никакой фигни на руках не оставляет. Но бывает такой крем, что ощущение жирности, липкости, какой-то еще непонятной хрени. Или возьмешь телефон в руку, а он хлобысь и отдал Богу душу, причем не мне. Хотя тогда телефон брала не руками с кремом, а просто руками. Он просто что-то решил умереть, тот предыдущий. Короче, вот хороший крем. По-моему, его продают в фикс-прайсе, а может и нет. Евролайн. Ну, от Евролайн я видела что-то в фикс-прайсе. Вообще, в фикс-прайсе очень редко бываю, благодаря подписчице Лёле. Спасибо тебе, Лёля. В основном благодаря Лёле, потому что она мне дарит всякие полезные подарки в посылках. И вот это ее тоже подарок. И мне как бы отпадает нужда ходить по магазинам, типа фикс-прайс, поисках чего-то такого. Даже магнит, когда я захожу, я как-то в отдел мыльно-рыльного не заглядываю. Да, кстати, насчет мыльного. У меня на этот месяц и, возможно, на следующий, может, даже на январь, будет мыло детское с экстрактом череды на основе натуральных масел. Тут такой вот детеныш нарисован. В мыле 200 грамм. Я думаю, что в следующем месяце он уже будет в мыльничке. Или, может, я эту бумажечку оставлю и покажу. Типа, люди, вот у меня эта бумажечка все еще жива, в смысле мыло все еще живо. Детское мыло. Состав натриевая, соль, жирных кислот. Пищевых и жирных кислот. Пальмовое и кокосовое. Да, вот тут еще жир, натуральных жиров и масел. Кокосовое масло, пальмовое масло. Что-то я тут не туда прыгаю. Короче, вода, экстракт череды, парфюмерная композиция, глицерин, хлорид, натрия. Короче, нормальный такой состав для детского мыла. Я его даже сейчас скрою, но наверняка белое. А может, не скрою. Силы не хватает. Мало каши ела, давно кашу вообще не ела. Короче говоря, вот здесь вот такое мыло. Кому интересно, мякните в комменты. Я там его, хотела сказать, со скриншотив, сфоткаю на телефон, выложу в инстаграм. У меня переходит вечное масло. Мирола, масло какао, косметическая упругость и тонус. У него уже этикеточка-то почти стёрлась. Оно всё ещё живо, 25 мл изначально было. За 116 рублей в аптеке в нашей я его покупала. Срок годности у него. Ну, короче, оно ещё может жить. Там, ну, немного так осталось совсем, чуть-чуть хорошее такое масло. В 125-й раз не буду говорить, но, наверное, всё-таки скажу, женщины. Ну и мужчины, если вас напрягают гусиные лапки у глаз, вы так утром всталёте, смотрите в зеркало, «Мать моя, Россия, шот за нах!» В смысле, ну, может, там и не Россия, может, ещё какая-нибудь другая страна, где вы там обитаете. То вечером греете в руках вот эту штуку. Не обязательно эту, вообще просто масло какао берёте, разогреваете в руках. Оно при температуре, по-моему, 32 или 26. Ну, короче, при температуре ниже даже моей температуры тела, у меня 34 иногда бывает с половиной. Я вполне себе нормально функционирую, как человек. Короче, да, сзади котик, для тех, кто любит котика. И даже палец нормальный, указательный, указывает на котика. Короче, берёте какао-масло, в руках разогреваете, оно так разогревается, становится таким не беленьким, а таленьким. На пальчике, по капельке, и вот сюда, на эти лапки ваши, гусиные, куриные и так далее, у глаз, похлопывающими движениями каждый вечер, 7 дней подряд, проделаете, а потом гляньте в зеркало, и офигеете от удивления. Ну, а так, я в ногти втираю, руки мажу. Хорошая штука, увлажняющая такая. Это молочко для снятия макияжа, учитывая, что макияжем я пользуюсь только, в принципе, на губах. Будет вечное. Масло, зародыши, пшеница и ромашка, формула тайги, гринмама, уже дохрена просроченная, оно всё ещё живое, никак не изменилось по консистенции. Но у них раньше срок годности был 3 года с запасом, потом он стал 2 года с запасом. Сейчас оно уже просрочено где-то года на 1,5-6 месяцев после вскрытия. Ну, короче, в общем, я тут это, короче, часто говорю, у меня тут, даже не знаю, 1,8-7 часть осталась, вот полтора пальца, наверное, даже один палец ещё вот вылезает, вот столько осталось, но очень экономичное, оно вас так задолбает, вы будете уже ждать, ну, когда же ты закончишься, а? Оно очень крутое и клёвое вообще. Ну, в общем, я вам его советую. Экономичное, крутое молочко, может, сейчас стоит 300 с чем-то рублей, ну, в общем, у вас эти 300 с чем-то рублей отыграются в разы, потому что оно будет жить с вами не то чтобы вечно, но довольно долго. Ну, в общем, оно на ноябрь переходит. Про эту маску я совершенно забыла, она приходила мне в подарок от Грин Мама за какой-то заказ. Грин Нова – это серия Грин Мамы, если вдруг кто путает или не знает, что Грин Нова, Грин Нова – это действительно Грин Мама, просто вот такая серия. Так же, как, допустим, там Формула Тайги. Витаминная косметика, маска, плёнка для проблемной кожи, ромашка-подорожник, витамины ППК, 75 мл. Единственный минус у меня с масками, плёнками такая проблема, я не могу их заодно при меня не стянуть. У меня они поштучно стягиваются так кусочками. Ну, может, я сегодня её заюзаю. Так вот, она довольно экономичная. Вообще, до 18 ноября мне бы её надо заюзать, но учитывая, что там с запасом идёт срок, и она всё ещё как бы по консистенции нормальная, я постараюсь её заюзать, чтобы она была в пустых баночках этого года. Так, тоже Грин Мама. У меня тут по большей части много Грин Мамы-то я смотрю. Ну, ещё Эйвен будет, не переживайте, фанаты Эйвена. Грин Мама, крем для ног, 24 часа уход, мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите, фуд, крим, ноль парабенов, красители минерального масла. Миндальное масло. Мне всё кажется, что миндальное масло называем минеральным маслом. Очень экономичный крем, буквально 3 пшика на ручку, чтобы намалывать ножку, и будет вам счастье. Хороший крем вообще. Экономичный, хороший, ну, стоит, по-моему, 400 рублей, но тут 200 мл, намного времени хватит, я вообще не знаю, сколько у меня тут. Мне кажется, максимум вот столько израсходовалось, и то не факт. В общем, я вам его советую, это одна из новинок, но уже как бы не новых новинок, но тоже новинок всё-таки от Грин Мамы. Предпоследняя новинка, скажем так, предпредпоследняя новинка с конца третья, если считать, в плане новинок, вот. Она у меня в ванной стоит, почему-то в волосах кота, где только кот не лазает. Грин Мама, крем Эксфолиан 2 в 1 для лица, ноль минерального масла, силиконов и красителей тоже в нём нет. Так, микронизированная кукурузная пудра с алантаином, окопником и расторопшей. Можно использовать как скраб, а можно использовать как просто такую пенку для умывания. Ну, как бы крем-скраб, скраб-крем. Хорошая штука, экономичная, сейчас я ей практически не пользуюсь, но она стоит, ждёт своего часа, надеюсь, я её заюзаю. 100 мл после вскрытия 6 месяцев. Это тоже Грин Мама, в чёрной упаковочке. У них в таком же дизайне есть ещё какая-то штука, типа патчи для глаз или как-то так, или для лица. Ну, куда-то эти патчи суются. Я патчами не пользуюсь, поэтому не в курсе, что с ними делают. Может, потому что мне не надо, поэтому я не пользуюсь. Крем Грин Мама ночной для лица, чистая кожа, пионы чага, мой любимый крем. Я иногда им пользуюсь, тут как-то руки помадала по ошибке. Очень классный крем, пахнет розочкой, пиончиком. Если любите, розочку, пиончик, то я вам советую. Ну, вообще, если вам нужен крем для лица, я давно таким пользуюсь. Ну, как бы именно им, но одно время тут не покупала. В прошлом году мне человек подарил, Маруся, наверное, всё-таки её звали, сертификат на Грин Маму на полторы тысячи. Я вот заказала его в том числе. Вот он всё ещё живой. Я постараюсь про него не забывать хотя бы раз в два дня. Ну, как бы надо каждый день, да. Но я стабильно забываю. И, может быть, он тоже был из пустых баночек. Очень классный крем. В общем, я вам его советую. И он у меня, наверное, на ноябрь переходит. А сегодня у нас 29 октября. Я честно старалась вчера записать ролик, но что-то у меня как-то не сложилось. Эй, Ван Кэ. Тонус с ароматом банана. Лосьон для тела. Для всех типов кожи. 400 мл. Он тоже будет вечным. Он переходит на ноябрь. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Очень классный. Пахнет бананчиком. Хорошо впитывается. Хорошо увлажняет. Использую редко, потому что, как бы, ну, не всегда кожа требует этого. Иногда я его использую как крем для ног. Иногда как крем для рук, потому что куда-нибудь иду, а он ближе стоит, чем крем для рук. Очень классная штука. Вообще, мне нравятся лосьоны для тела от Эй, Ван Кэ. Если вы ещё не пробовали лосьоны для тела от Эй, Ван Кэ, я вам советую. Так. Гринмама. Формула тайги. Шампунь от перхоти. Лесная вишня и репенник. На самом деле, у меня давно нет перхоти. Он мне просто нравится, потому что он подходит для всех. Типа фолоса. У меня тонкие и жирные. И для тонких и жирных он тоже подходит. Он очень экономично концентрированный. Я его бодяжу немножко на где-нибудь там, хочется сказать, пол-литра воды. Но где-то вот на такой же флакончик из-под шампуня для жирных волос. Вот столичка наливаю. Потом тёпленькой водички взбалтываю. И дозирую понемножку. Единственное, у них сейчас изменился дизайн флакончиков. И вот тут крышечка такая. Вот она раз взяла и отломилась. Неудачная, короче. Неудачная упаковка. Я ходила им комментные писать, что у них упаковка неудачная. А потом думаю, что-то как-то лениво из-за этого только на сайт заходить. Но шампунь отлично. Мне очень нравится. Вообще один из моих любимых шампуней от Green Mama. И ещё запах нравится. И вообще я вишенку люблю. Так что если у вас волосы вдруг хотят помыться, то можете купить себе такой шампунь. Так, у меня переходит на следующий месяц. Гель Эйвансенс с драгоценным маслом. Алая роза и подчурик. Крем-гель для душа с органовым маслом. Это тоже подарок от подписчицы Лёлечки. Он мне очень понравился по аромату. Он мне чем-то напоминает подобный кремовый гель от Эйванс. Эйванс, что-то там с Парижем связано, где роза и ещё что-то, и ещё что-то. И оно мне напоминает и то, и другое. Немножко Эрис Нуар, который снят уже в Эфраше. Это парфюмерная вода была серии Secret de Sands, которая тоже, по-моему, уже снята эта серия. Очень классный, экономичный. Кожу не стягивает и не сушит. Хорошо себя кожа от него чувствует. Ароматная кожа остаётся, он мне нравится. Я не сразу поняла, что это именно от него такой аромат. Думаю, блин, почему же так пахнет моими любимыми духами, которых уже в 100 лет как нету. Ещё он немножко напоминает Эликсир Буа Сенсуэль тоже от Эфраше. Ну, они оба немножко друг друга напоминают от Эрис Нуар. Но Эликсир Буа Сенсуэль, по-моему, ещё есть на сайте Эфраше. Хотя не знаю, он сам просто в себе в наличии есть. Короче, очень классный гель. Он переходит на следующий месяц. Ну, я думала взять и два гелика, но как-то у меня вот такого флагона хватило на полтора месяца. Может быть, и этого также хватит. Такс, ещё одна вечная вещь, про которую я просто забываю. Но когда вспоминаю, то расходуется её очень много. Это Эфраше Гидровежиталь. Пришёл мне в подарок за какой-то там заказ запотопный уже. И до октября 2021 года мне его надо уделать. Гель, давай уделаем тебя до 2021 года. В общем, ему где-то ещё год жить можно. Так, хотя после вскрытия он 6 месяцев живёт, но с ним ничего пока не случилось. Это очищающий гель, интенсивное увлажнение, 125 мл гидровежиталь. Насчёт интенсивного уложения ничего сказать не могу, но обычно после увлажняющих, точнее, после умывала кожу стягивает. После него кожу не стягивает. Не стягивает она, не сохнет. Нормальная такая кожа, себя хорошо чувствует. Хорошо смывает, допустим, вот эту помаду от Эйвен. Эйвен, Матэ, чё-то там. Тоже, кстати, подарок от подписчицы Лёли. Помада, в смысле, на мне, которая. Тут 125 мл. На очень долго хватает. Правда, расходуется не очень экономично. Вот если вы привыкли к пенкам, которые очень экономичные, типа корейских каких-нибудь пенок, японских, азиатских, то это не ваш вариант, потому что выдавливается много. Дырочка большая. Он сам по себе такой вот мало не выдавится. Но он хороший. Вот мне его на очень долго уже хватает. Я всё жду, когда же он закончится. Сегодня я им пользовалась пару раз. Вчера я им пользовалась пару раз. А он всё ещё никак не уделается. Но будем надеяться и верить, что в ноябре он будет в пустых баночках. Так-с. Упал. Ну ладно, потом подниму. Надеюсь, с ним ничего не стало. А да, он выкатился, с ним ничего не стало. А то у меня маленький ночничок такой, похожий на инопланетянина. Зубная паста корейская, прополис. Немножко ещё осталось, но она очень экономичная. Я думаю, что она у меня, ну, до конца ноября её точно должно хватить. А потом у меня будет ещё одна зубная паста. Не буду пока говорить, какая. Потому что у меня её как бы в наличии нет, но я знаю, что она будет. Покупала на Азон тут 180, по-моему, грамм. Она побольше, чем две предыдущие, которые я покупала тоже на Азон корейские. Ну, так фирма называлась Донтал Клиник 1080, кажется. Это я не знаю, как называется. Может, так и называется прополис. Я в корейском не сильно от слова вообще. И у неё крышечка откручивается, у тех предыдущих просто снималась. Ну, как бы и дырочка у неё чуть побольше. Но всё равно выдавливается, если выдавить там, допустим, с мой ноготь или с пол моего ногтя вот этого, то вполне себе можно спокойно почистить зубки. Хорошая зубная паста. У меня зубы на две трети молочные до сих пор ещё. И она хорошо к молочным зубам. Деликатная такая. Так, лосьон для волос. Бальзам, точнее, для волос. Бальзама Элимина Ноди. С цветами хлопка и экстрактом персика. Геннера, итальянская какая-то фирма. Дольче Натура. Нежная природа. Покупала за 95 рублей. В магазине нужные вещи. Тут 500 мл. Довольно экономичный оказался бальзам для волос. Хорошо с ним. В общем, у меня волосы по большей части спутываются. Мыча снова стали. Раньше они как-то этим не страдали. Ну, как бы с переменами у них. То одно, то другое. Периодами. И вот сейчас они после мытья спутываются. Без разницы, каким шампунем моешь. Даже мыло. Там иногда, ну, сегодня эксперименты ради мыло. Правда, я использовала хоть что-то другое. Они уже не спутывались. Я нашла способ. Когда у меня закончится этот бальзам, я буду этим способом пользоваться. Сейчас и вам расскажу тайну секретную. Короче, этот бальзам. Если волосы кажутся сухими или такими высушенными, или ещё что-то, или просто смыли шампунь, понимаете, что они настолько запутанные, что просто трындец. Даже если вы их расчёсывали конкретно так, перед тем, как помыть волосы. То вот такой бальзам вам поможет. Совсем немножко на волосы нанесли. Буквально там даже полминутки можно подержать. Или просто нанесли. И тут же смыли, то эффект будет всё равно уже как бы. Ну, если пару минут подержать, то эффект будет даже лучше до самих волос. Мягкие будут, пушистенькие, всё такое. Но, в общем, он помогает распутывать волосы. Хороший бальзам. Нигде до этого не видела. Но вот если вдруг увидите вот такой флакончик или просто Генеру, Дольче Натур, то покупайте. Дольче Натура, точнее. Хороший, короче. Сейчас скажу, что я делаю. Я тут случайно эксперимента ради. В воду для волос капнула. Две-три капли эфирного масла, лаванды. И потом этой водой помыла волосы. Ну, намочила, окатила, всё такое. После шампуня окачивала этой водой волосы с эфирным маслом. Тише, что ты делаешь с фонариком, а? Это ж не игрушка. Я так переживаю за фонарик. Не выдержала душа Лёли. Лёля забрала. В смысле, душа. Лёля забрала вот это счастье. Вот. Виновник торжества, скажем так. Фонарик. Так, у меня тут пена для ванны. Пока собираюсь эту пену для ванн применить, то что-то случится, то мне куда-то ехать, то как-то ещё. И как-то то поздно уже, то ещё. И в итоге всё никак не сделаю. Один раз, наверное, я делала с ней пену. Короче, роскошные цветы. Эйвен. Пена для ванн. 500 мл. Это тоже подарок от подписчи Цирюли. Очень классный аромат вообще. Очень классная пена. Мне вообще очень нравится в таких флакончиках пена от Эйвен. Они шикарные. Если вы любите пены для ванн, но ещё не пробовали пены от Эйвен для ванн, то вот я советую. Вот в таких именно флакончиках вообще не ошибётесь. Супер. Ну, я надеюсь, может, у меня завтра получится ванну принять. Да, тут у меня пара бальзамов ещё остаётся. Один бальзам, он снова похожую форму принял. Ну, я такая вообще захадочная, как бы сказала одна моя подруга. Короче, это остатки былой роскоши. Когда-то я его покупала от Таиф Роше, лимитка новогодняя. Хрен знает, какого года. Позапрошлого, наверное, уже. Красное яблоко, Red Apple, Пом, Руш. Обычный бальзам. Нейтрального цвета. Вкусненько. Пахнущий. Очень хороший, хорошо увлажняет. Я его то дома наношу, когда губы сухие, то на улицу, если, допустим, выпираешься в магазин. Ну, как бы помадой пользоваться бесполезняк, потому что в магазин заходишь уже в маске. А что ты в этой маске Боши в помаде, да? С бальзамом как-то удобнее. То ещё куда-то. И он переходит на ноябрь. Наверное, он уже был в пустых баночках ноября, потому что там совсем чуть-чуть осталось. Ещё один такой же бальзамчик, ну, в смысле, в виде помадки. У меня там есть ещё бальзамчик, подарок от подписчицы Лёли. Этот Reflame-овский. В бочоночек такой. Но я его ещё не открывала. Вот именно как бальзамчики в виде помадок. У меня вот только эти два. Вот этот моё солнышко-бальзам солнцезащитный. Солнце. Точнее, бальзам защитный. А, да, солнцезащитный. Я только сейчас поняла. Прочитала, а потом поняла, почему там солнце нарисовано. Он, да, тоже как-то такую интересную форму принимает у меня. Видать, у меня сейчас такой пунктик с бальзамами так делать. Это подарок от зрителя Сергея. Кажется, Сергей. Ну, честно, не помню имя, потому что сначала у него в ВКонтакте было одно имя, потом у него было другое имя. То ли Сергей, то ли Максим. Привет тебе, Сергей Максим, если ты ещё за меня смотришь. Ну, малая, вдруг ты пустые баночки, фу, эти уходы смотришь, короче, косметические обзоры. Короче, очень классный бальзам, продаётся в аптеке. По крайней мере, я у нас даже в аптеке такое видела. Больше нигде просто не видела. Может, просто не смотрю благодаря подписчице Лёле, потому что меня она снабжает мыльнорельным. И мне это очень нравится. Спасибо, Лёля. Очень полезные подарки. Короче, очень хороший бальзамчик. Он у меня был в деревне, я им пользовалась там как гигиеничкой. Но эта гигиеничка, мне кажется, и есть. И вот она у меня иногда таскается в сумочке. Чаще таскается в рюкзачке, когда я куда-нибудь шарахаюсь. Ну, или дома лежит, я иногда им так тоже пользуюсь. То чем, то этим. Он у меня тоже переходит на ноябрь. И вот, наверное, это весь уход у меня на ноябрь. И сейчас у нас грядут мои парфюмы ноября. И они будут фиолетовые. Точнее, я решила, что ноябрь у нас будет фиолетового цвета. Цвет ноября фиолетовый. Всем спасибо за просмотр. Буду рада прочитать ваши комменты. Под этим роликом на тему... А вот этим я пользовалась. Или вот этим я буду пользоваться. Или я буду пользоваться вот этой фигнёй, а эта фигня у тебя в ролике не была. Нет, я имею в виду, что какое-то средство. Ничего плохого не имела в виду под видом фигни. Всем пока!